Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема нашего сегодняшнего лекса – внутрисиология и основы понятия науки и гигиенопитания. Стиль лекса – дать понятия о науке и гигиенопитания, о его проблемах на современном этапе развития. Задача лекса – ознакомить студентов с методами, задачами и истории науки и гигиенопитания. Вопросы, рассматриваемые во время лекса. Первое – понятия о гигиенопитании, следующие – задачи гигиенопитания, гигиенопитания и последнее – современные проблемы области гигиенопитания. Поддержание текста лекции «Гигиенопитание – наука о закономерных и принципах организации рационального питания здорового и болного человека». В ее рамках разрабатывают научные основы и практические мероприятия по оптимизации питания различных групп населения и санитарной охраны пищевых ресурсов. Серия И – продуктов на всех этапах и производства, и оборота. Фундаментальные аспекты гигиенопитания связаны с изучением физиологических процессов, биохимических механизмов биохимических механизмов, переваривания, усвоения пищи и клетчной метаболизации нутриентов и других компонентов пищевых продуктов, а также нутриогеномики, также основы элементарной регуляции экспресса генов. В прикладном или научно-практическом плане, имеющем прямое социальное значение, определяет нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии, разрабатывает требования к качеству пищевой продукции и рекомендации по употреблению различных групп пищевых продуктов, а в зависимости от возрастных, социальных, географических и экологических факторов. Режимы и условия питания регламентируют мероприятия по санитарно-эпидемиологической экспертизе качества и безопасности пищевых объектов на этапе их строительства и во время эксплуатации. Временный период развития гигиени питания связан с реализацией следующих научно-практических направлений. Разработка основ государственной политики в области здоровья питания населения Узбекистана. Следующее фундаментальное исследование физиологов биохимических основ питания. Постоянный мониторинг состояния питания населения Узбекистана. Организация профилактики элементарно-зависимых заболеваний. Исследование по проблеме безопасности пищевых продуктов. Разработка и совершенствование научных основ и практики детского, диетического и профилактического питания. Широкое внедрение образовательных и просветительных программ и проектов, как и системы профессионального образования и обучения, так и обществе в целом. Содержание технических, продолжающихся под государственной политической области здоровья питания, понимается комплекс мероприятий, направленных на созданные условия, обеспечивающих удовлетворение потребностей различных групп населения в рациональном здоровом с учетом их традиций, привычки и экономического положения в соответствии с требованиями гигиенической науки. Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения. Правильно, питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует профилактике заболеваний, продлинию жизни людей, повышению работоспособности и создает условия для адекватной адаптации их к окружающей среде. Вместе с тем, последнее влиятельность состояния здоровья населения характеризуется негативными тенденциями. В большинстве населения Узбекистана выявлены нарушения полноценного питания, обусловленные как недостаточным потреблением пищевых веществ. В первую очередь витаминов, макро- и микроэлементов, кальций, йода, железа, скорость, синка и других полноценных белков, так и их нерациональным соотношениям. Государственная политика в области здорового питания населения основывается на следующих принципах. Первое. Здоровье человека – важнейший приоритет государства. Второе. Пищевые продукты не должны причинять ущерб здоровью человека. Третье. Питание должно не только удовлетворять физиологические потребности организма человека, у пищевых веществ и энергии, но и выполнять профилактические и лечебные задачи. Следующее. Рациональное питание детей и состояние их здоровья должны быть предметом особого внимания государства. Последнее. Питание должно способствовать защите организма человека от неблагоприятных условий окружающей среды. Основой задачи государственной политики в области здорового питания является созданной экономической, законодательной и материальной базой, обеспечивающей первое производство в необходимых обмехах продовольственного сырья и пищевых продуктов, доступность пищевых продуктов для всех слоев населения, высокое качество и безопасность пищевых продуктов, постоянный контроль над состоянием питания населения и определенные основы направления государственной политики в области здорового питания населения. В области производства продовольственного сырья необходимо осуществить мир. В области производства пищевых продуктов предусматривается совершенствование биотехнологических процессов переработки сельскохозяйственного сырья, включая получение новых видов пищевых продуктов, общего и социального назначения с использованием ферментных препаратов и биологически активных вышеств, использование побочного сырья пищевой и перерабатывающей промышленности для производства полноценных продуктов питания и высококачественных кормов для животного отства. Проведены исследования в области трансгенных форм расчетных из животных и создания на их основе новых сортов и гибидов. Поставлена задача по созданию технологий производства качественных новых пищевых продуктов с направленным изменением химического состава соответствующим потребностям организма человека, в том числе подготовить питание массового потребления для различных продуктов лечебно-профилактического назначения для предупреждения различных заболеваний и укрепления защитных функций организма, снижения риска воздействия вредных вышествий, в том числе для населения, продуктов питания для военнослужащих и группа населения, находящихся в экстремальных условиях. Области профилактики элементарно зависимых состояний и заболеваний требуются разработки и реализации комплексных программ, обеспечивающих ликвидацию существующих дефицитов витаминов, макро- и микроэлементов, в первую очередь, в экологически неблагополучных регионах. Второе. Профилактика распространенных неинфекционных заболеваний, сердечно-соответственных онкологических, гипертонических болезней, нарушений обменя веществ и другие. Повышение уровня образования специалистов в области науки о питании, а также населения в вопросах здорового питания с широким проявлением средств массовой информации, расширение производства обогащенных и функциональных продуктов и биологически активных добавок к пище. Области обеспечения безопасности пищевых продуктов и производственного серия необходимо максимально сохранить пищевые сильности и качество производственных продуктов за счет применения современных технологий и оборудования, исключающих возможности бактериального, химического и физического загрязнения. Совершенствовать нормативно методическую базу государственного надзора за качеством и безопасностью пищевых продуктов и продовольственного серия, создать современную инструментальную и аналитическую базу контроля качества и безопасности продовольственного серия и пищевых продуктов. Совершенствовать государственную систему стандартизации и сертификации продовольственного серия пищевых продуктов, добавок и производства. В области формирования населения навыков здорового питания предусматриваются меры по разработке программ обучения для специалистов, работающих в области медицины, образования общественного питания, производства и переработки пищевых продуктов и образовательных программ для населения, внедрение современных компьютерных систем, сбора, хранения и обмена информации, включая использование глобальных статей. В области разработки медицинских аспектов здорового питания необходимо предусматривать следующие меры. Осуществлять постоянное наблюдение за состоянием питания пищевым статусом распространенность алиментарно-зависимых заболеваний и состояние здоровья различных групп населения в регионах Республики Узбекистана. Готовы кадры в различных областях науки о питании в учебных заведениях медицинского и пищевого профиля. Вот наша лекция закончена. И мы дадим студентам, какие вопросы. Первое. Дайте определение науки гигиени питания. Второе. Какие существуют методы и задачи гигиени питания. Какие существуют разделы гигиени питания. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.